я не вижу четкой фиксации поступления документов в суд судья где вы не видите в каком плане на хрена вы все в кучу накидываете я сказал первое и второе какое решение было по первому положительно приняли же откуда это знаете что приняли первое дополнение проставлены этот самый штамп входящий подпись время все есть это осталось у них в судебном заседании документы были находились поступили к судье до суда поступили документы до суда я вчера с пеной во рту вам пытался донести вам говорю записывайте под номером 1 под номером 2 вы записали вы ни слова ничего не сделали не сказали вы не уточнили поступило ли из приемной ваши возражения дополнения а этот уточнить надо было я вчера я не знаю сколько раз вам повторял я говорю 200 процентов что вы этого не сделаете и вы этого не сделали что мне нужно было сделать что что мне нужно еще вообще сделать над вами судья просто потихается он просто троллит вас понимаете ёрничает перед вами вы слышите этого его интонации в манере общения вы не сделали ему замечание у меня из кабинета бы вылетел это вы позволили со собой так разговаривать он заранее уже решил вопрос какой будет будет решение в вашу пользу что до чувствовалось чувствовалось ведите себя так как я вам говорю вы можете хоть хоть тысячу законов перечитать плевал он на ваши законы ведите себя и запись видите когда нормально ведите запись чтобы не шорка не было нормально записывалась и суде так и скажите уважаемый суд все что сейчас есть происходит во первых я вам заявляю от вот за ваше поведение нарушение судебной этики это первый момент а второй момент ведется аудиозапись и эта аудиозапись будет перед передана соответствующей инстанции потом в том числе в коллеги суде как вы со мной разговариваете не надо здесь ёрничать вы судья уважение проявите к участникам процесса не можете тогда освободите данное помещение передайте дело другому судье вот так надо разговаривать судьями которые себя так по-хамски ведут вот я аудиозапись полную возьму я вас центрировал внимание не надо никому верить никому ничего вы должны делать четко то что вам говорят четко первый вопрос который вы должны были решить чтобы эта сраная бумажка там была это было зафиксировано что судья ее принял и то есть его ее передали до начала судебного заседания и же он ее озвучил под аудио протокол вот это вот сам сам момент в смысле сам момент вы чего не понимаете что я вчера вам столько времени усирался тут свены во рту судья подтвердить должен что принял дополнительные сведения да так надо было смысле что так надо было вы вчера мне говорили понял 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 я подачу в канцелярию сделал но это был пункт номер один а пункт номер два чтобы этот документ попал к судье где это я на аудиозаписи это не слышу я слышу как он вас чпок по поводу свидетелей которые не должны иметь почему-то медицинское образование он кто такой у него есть медицинское образование у судьи у этого кто он такой вы бы ему точно также ерничная вопрос бы задали а у вас есть медицинское образование а то может быть вы судьей не имеете права быть раз у вас нет медицинского образования а вот второй пункт добиться ну понял ну что ну понял вы не вы не сделали самого главного почему я не слышу ни слова по поводу встречного искового заявления оно принято или нет встречное исковое заявление мне приходило письмо принято просто им да мне послушайте меня мне что вам приходило я извиняюсь за выражение буду так говорить потому что я меня бесит вот это все понимаете если оно приходило оно должно звучать судья должен произносить рассматривается такое-то административное дело по исковому заявлению такому-то и по встречному исковому заявлению такому-то ну так понятно но только что понятно еще раз спрашиваю встречное исковое заявление принято или нет встречное исковое заявление принято мне приходило чем подтверждается чем подтверждается в судебном заседании в засудебном заседании чем подтверждается судья не озвучил я не услышал по поводу того что рассматривается встречное в том числе исковое заявление. Я не услышал, что документы к нему поступили, которые были поданы через канцелярию. Я не услышал. Я не услышал оглашения данного документа. Я не услышал нормального ходатайства о том, что прошу допросить таких-то, таких-то свидетелей, фамилия, имя, отчество, адрес, которые могут подтвердить то-то. Я не услышал ваших элементарных возражений о том, что свидетели не обязаны иметь медицинское образование, вообще какое-либо образование. Так я ему об этом и объяснял, что не требуется. Не надо ему объяснять. Вы должны ввести свою линию, понимаете? Для себя выработайте то, что вы должны говорить. И держитесь этой линии. И давите эту линию. И не позволяйте с собой так разговаривать, как с вами разговаривал судья. Не позволяйте. Это унижение человеческого достоинства. Я считаю, что вот эту аудиозапись, которую вы сейчас получите у них, нужно направить в эксклюзивационную коллегию судей. Я подготовлю этот документ. Этот судья не имеет права вообще заниматься судебной деятельностью. По идее, да. Не по идее, да. Я вам еще раз говорю. Вот эту запись надо не просто в эксклюзивационную коллегию судей направить, а обнародовать. Потому что вот это, извиняюсь, выражение ***, который себя судьей считает, не имеет права так общаться. Он себе бога увидел, что ли? А остальные вокруг него, что больные психические и наркоманные алкоголики? Да даже это не дает ему права так общаться. Ёрничает он. Если он не знает нормы гражданского процессуального законодательства, там, или другие процессуальные нормы. О том, что, оказывается, свидетели должны иметь медицинское образование. Во-первых, я сбешен от того, чтобы вы не сделали то, что я вам сказал, то, что я вам столько времени говорил. И то, что так вы позволяете унижительно судье с вами разговаривать. Это просто беспредел. То, что судья вынесет решение не в вашу пользу, это очевидно. Это очевидно потому, как он с вами общается. Он говорит, что вы имеете право любыми способами защищаться, да, и в то же время говорит, что я ваших свидетелей допрашивать не буду, явка которых обеспечена в суд. Вы конкретно пояснили, что они могут подтвердить. Они могут подтвердить, в каком вы состоянии были. То, что это состояние не соответствует тому состоянию, которое описано было одним врачом. Эпикрис писал другой врач. И так далее, и так далее. Как мне до вас достучаться, чтобы вы делали то, что я вам сказал? Ну, вот это вот я, конечно, записал добиться, чтобы документы приобщили к делу. Ну, они же приобщили по факту. Я еще раз говорил, я вам вы можете записывать все мои разговоры, даже как я разговариваю, по-хамски там кричу и тому подобное. Я еще раз говорю, мне все равно, что вы говорите судьей в промежутках между судебных заседаний. Мне интересует только процесс судебного заседания, под аудиозапись. Я не слышу ни слова о том, о чем вы сейчас говорите. И специально это все делается. Специальный судья специально так себя ведет. Но судья обязан выполнить процедуры. Поэтому он не просто так задал вам вопрос. У вас есть какие-то ходатайства, заявления? И вот это ваш выход был, понимаете? Вы должны были сказать, уважаемый суд, у меня есть ходатайство, у меня есть заявление. Первое мое заявление. Мной было подано через канцелярию документы. Они поступили к вам, да или нет? Если поступили, прошу огласить их. Это мое первое заявление. После того, как было это оглашено, второе мое заявление, ходатайство. Прошу допросить свидетелей. Согласно той информации, которую вы сейчас огласили, необходимо подтвердить свидетелями, потому что я там ссылаюсь. Явка этих свидетелей обеспечена. Вот так это происходит. Да, заставить надо было, конечно, и первый иск, чтобы как вновь прибивший. А то у прокурора спрашивают, в чем суть дела. То есть, по сути дела, он не ознакомлен был. Он с телом вышел на заседание. Слушайте, хватит вот это все говорить. Еще раз, вы запишите себе по пунктам, что вам нужно добиться отсюда. Какими способами, мне уже на самом деле неинтересно. Вы должны это добиться. В общем, на следующем заседании заставить, чтобы он зачитал. Сейчас сделаем проще. Через три дня вы садитесь в машину и едете туда с соответствующими заявлениями. Точно так же их регистрируете через входящее вот это все. Ведете все, аудиозапись, так, чтобы качественно все фиксировалось. И фотографируете все материалы дела, в том числе с протоколом судебного заседания. Получаете аудиозапись судебного заседания. Подаете соответствующее заявление об отводе этого судьи. Я подготовлю эти документы. Это беспредел. Я такого первый раз вижу, чтобы так себя судья вел. Я со многим связывался, но чтобы так в наглую ехидничать. Это просто что-то. Он даже не скрывал этого, понимаете. Он хотел показать, насколько перед ними вы, как участник процесса, ущербны, понимаете. А он бог и царь. Вы сами-то чувствуете интонацию в его голосе? Как он себя ведет? Как он надсмехается над вами? Да я, конечно, это видел все. А почему? Для вас это нормально, вот это все, когда с вами так разговаривают? Неожиданно. Просто из уважения чего-нибудь не ляпнуть лишнего, я как бы... Из-за какого уважения к вам судья относится пренебрежительно, неуважительно, уничижительно. Вы должны были так и сказать, судья, уважаемый суд, ведите себя достойно в судебном заседании. Никому непозволительно со мной так общаться в таком тоне. Поверьте, ко мне бы судья, ни один судья бы так бы не стал разговаривать. А если бы даже попытался, только заикаться бы начал бы. Я бы его сразу поставил на место. И вам советую делать так же. Вы человек в первую очередь, понимаете, чтобы с вами так общаться, ни один судья не имеет права так общаться. Просто приходится еще время уходит подбирать слова и правильные... Какие слова подбирать? Я уже почувствовал, что он пытается подловить, сбить с толку. Да он не то, что подловить с толку пытался, это понятно, очевидно. Он просто над вами издевался. Он смеялся над вами. Переслушайте аудио, переслушайте. Это беспредел. Я начал слушать. Я, если честно, я немножечко в шоке. Думаю, ладно, как говорится, видео нету, но я по интонации, по манере общения я вижу, что как он, как он с вами пренебрежительно общается. Это просто что-то с чем-то. А видео можно снимать на заседании? Вы можете заявить ходатайство. И сделайте именно так. Заявите ходатайство. Да, он вам откажет. Он вам откажет. Но его уже это остановит. Понимаете? Обязательно запросите аудиозапись, потому что этот беспредел должны знать и в кредитационной коллегии судей, и люди, которые к нему приходят на рассмотрение дел. Это что такое? Это беспредел. Я говорю, у меня просто сейчас эмоции прут. Не попадалось такого? Да никогда в жизни. Нет, ну может быть какой-то судья пытался так со мной начинать разговаривать, но я его сразу пресекал. Я-то на судах не был, поэтому опыта нет. Да здесь не важно суд, не суд. Это человеческие отношения, понимаете? Нельзя так позволять никому с собой разговаривать. Ни начальнику, ни судье, ни прокурору, никому. Ну я старался сухо фактами оперировать без всяких смеялся над вами. Он смеялся над вами, понимаете? Он чувствовал свое призвосходство. Видит ли у него юридическое образование? Бог и царь ты наш бедный, ты наш великодушный. Юридическое образование он получил. Если не сдержаться, что-нибудь ляпнуть, еще хуже будет. А когда сухо факты представлять свою точку зрения... Вы себя видите корректно, корректно, в первую очередь не надо хамить, я имею в виду, оскорблять и тому подобное. Но вы должны были сказать вот примерно в таком тоне, как я вам говорю, что уважаемый суд... Послушайте меня, вот вы так... Вот я вам сейчас скажу, вот можете это записать как угодно. Уважаемый суд, со мной не надо общаться в уничижительном тоне. Ведите себя достойно в судебном заседании. Соблюдайте этику судьи. Вот этого достаточно. Я думаю, это любого судью поставить на место. я не сказал никакого плохого слова, но я сделал замечание судье. Даже на прокурора там прикрикнул, слышали, наверное, нет? Да какая разница, что он там прикрикнул, не прикрикнул, к собой не позволяйте так себя вести. Да, и больно быстро так все как этот. Потому что я вам говорил, что так это и будет проходить, это специально, это такая методика у них, понимаете, проскочить по-быстренькому, по-быстренькому, это не учесть, это быстренько отклонить, отклонить и вынести решение не в вашу пользу. А вы должны сказать стоп, заявление сначала рассматриваем, вас бы начали уводить там, давайте то-то, заявление, пока не получите результат, вы туда приходите за результатом. Никакой результат после рассмотрения заявления. Результат следующий, во-первых, это зафиксировано, что заявление поступило ваше из приемной, оно приобщено в материалы дела и озвучить его. И уже на основании этого заявления заявить ходатайство в подтверждение тех фактов, тех доводов, которые там указаны, допросить такого-то, такого-то свидетеля, явка их обеспечивается, они находятся здесь. Все, что вы там делаете, должно именно с целью фиксации происходить, понимаете? Для этого и ведется протокол, аудиопротокол судебного заседания, для этого показательно, демонстративно, фиксировать, четко, расторгрупно, сказать, уважаемый суд, под аудиопротокол делаю вам возражения, делаю вам замечания на ваше поведение, делайте замечания, делайте замечания, потом вышестоящий суд будет на это смотреть внимание, и может скажет, да, на самом деле судья себя вел некорректно, на самом деле судья необоснованно отказал вам в допросе свидетелей, судья необоснованно не учел ваши письменные доводы, не оглашены были в судебном заседании, не приобщены и тому подобное, потеряны, не просто так вам приемные отказывались ставить время поступления, входящий номер, подпись, фамилию, не просто так это все делается, потому что это все прописано в инструкции по делу производства в районных судах номер 36, они ее знают наизусть, но они умышленно это не регистрируют, я вам еще раз говорю, умышленно, чтобы сделать то, что они сделали в итоге, вы позволили это сделать, потому что вы не исполнили пункт номер 2, который я вчера вам говорил, что это нужно проследить и добиться, чтобы это было озвучено в судебном заседании, что материалы переданы и озвучите их, какие материалы дела поданы. Вот на следующем заседании потребую тогда пусть озвучат первый встречный иск и второй дополнение первому встречному иску. в следующем заседании вы сделаете, но сейчас в среду вы поедете ознакомиться с материалами дела, с протоколом получать аудиозапись и подать все бумажки, которые я напишу. Хорошо. Так, отснимаем дело, запись, аудиозапись сюда и аудиозапись. Аудиозапись, фотографируйте все материалы дела, аудиозапись и фотографируйте материалы дела и через канцелярию подаете все бумажки. Все, вот три момента. Аудиозапись, фото материалов дела и те бумаги, которые я подготовлю, вы подадите. Там будет, значит, заявление об отводе, раз, ну, соответствующее заявление об ознакомлении и о копии аудиозаписи, вот, ну, и возможно, будет возражение насчет того поведения, которое судья себе вообще позволил. А кто его будет рассматривать? Это сам же и судья? Просто, чтобы это было зафиксировано. Зафиксировано, чтобы это было в деле. Я потому что вам говорю, что вам придется подавать апелляционную жалобу. Но очевидно решение судья, очевидно. Предвзятое. Но он так, так, так нагло никто не ведет. Я понимаю, судьи заинтересованные могут быть, но они это как минимум скрывают. Понимаете? Как минимум этот же даже не скрывал. Он явно вам проявил свое отношение ко всему этому. Ну, он не скрывает даже. Да, да, да. Он только что не сказал, что он вынесет решение не вашу пользу. И похрен ему на ваших свидетелей. Похрен ему на ваши доводы. Ха-ха-ха. Смешно. Пришел тут без юридического образования, без медицинского образования судью учит. Да даже не учит. Вы даже учить не смогли замечания сделать. Он просто доминировал над вами. Я не знаю, какая цель у него была. Ему, может быть, в жизни какие-то проблемы. И вот он приходит в суд на рабочее место и пытается издеваться над посетителями, участниками процесса. Как фамилия этого судьи? Это вначале я пропустил, он так все быстро-быстро так и не этот самый. Посмотрите на сайте суда, какая его фамилия, напишите мне, потому что на сайте может быть другая фамилия. То есть он ведет себя некорректно. И на будущее, если вы приходите куда-либо, вы говорите, разговаривали с прокурором, пишите все на аудиозапись, пишите. А просто так треп вот этот вот болтовню вот эту не ведите ни с кем. Я сколько раз говорю, молчание, золото, не надо это бла-бла-бла. Я ничего прокурору не сказал, я просто объяснил, что... Не надо ничего просто. Если вы разговариваете с официальными лицами должностными, фиксируйте. Фиксируйте. А то видите, вы с ним разговаривали, что аж начало судебного заседания не записали. Он внезапно этот ворвался-то. Внезапно ворвался. Значит, так надо включать заранее. Еще раз говорю, фиксируйте. Вы зафиксировали ваш разговор в приемной? Нет, не зафиксировали. У вас аудиозаписи, памяти не хватает в телефоне? Фиксируйте все. Я вам сколько раз говорю, фиксируйте. С момента, как вы только зашли в суд, должна вестись непрерывная аудиозапись. Вы не к друзьям приходите. Вас там хотят нахлобычить. И у них это получается. С переменным успехом. Но пока я не вижу успеха вашего никакого. Вы даже документ, на котором мы работали, условно говоря, ни одну неделю не можете нормально приобщить. но все-таки аудиодиск сделан, это уже не мало. Да что, что он сделан, и что, что он сделал? Он в деле находится, этот аудиодиск? Он в дело попал, ваша писанина и ваш аудиодиск? Если надо, второй раз подам. А вы знаете, что потом у вас не будет времени еще, если надо сделать? Процесс, он идет здесь и сейчас. Это вам повезло, что его отложили, процесс. Сейчас бы вынесли решение и потом бы в решении написали, что вот такие-то доводы. А вот это к ним не приходило. Не приходило. Да, виноват секретарь, секретарь виноват, не донес. Да даже если приходило, вы ничего не говорили, никто не оглашал, материалы это не изучались. Смысл было все это писать. У них обязанности есть. если отметка времени стоит, число до времени суда, потом можно будет предъявить, почему они не ознакомились. Да еще раз вам говорю, никто никому не обязан. Особенно секретарь или кто там принимает эти документы. Парнишка молодой уже. Все поменялись, я не знаю, прокурор только старый. Секретарь и судья. вам от этого будет жарко или холодно, что он там обязан и обязан. Нарушит он что-то, не нарушит. Вам от этого жарко или холодно, когда вы будете без прав водительских? Молодой он парнишка, не молодой. Понятно. Хорошо, в среду я беру аудиозапись и так буду вести аудио. в открытую. Во-первых, это судьи дисциплинируют, когда ведется в открытую аудио либо видеозапись. Они уже себе не позволят себя так нагло вести. Послушайте, можно же принести, допустим, видеокамеру и записывать звук, отвернуть ее, на штативе в середину поставить. Ну, можете так сделать, но они могут докопаться, что вот там то-то, то-то. Делайте, как считаете нужным. Вы вообще видеоролики мои видели, нет? Те, которые присылали, но не все. Давайте я вам сейчас сброшу один видеоролик, он короткий. Вы просто послушайте и поймите, как с ними нужно разговаривать. Хорошо? В суде я себя веду очень, очень сдержанно и очень четко. Понимаете? Это здесь я пытаюсь до вас донести эмоционально. Почему? Потому что я не знаю, как до вас донести. Я разные способы пробую. Я когда с человеком общаюсь, я с ним спокойно разговариваю. Понятно. Понимает, не понимает. Ну, так я второй раз только на судах бываю, второе заседание. Ну, блин, сразу-то так все это... Ну, так я поэтому применяю уже другой инструмент. Я уже на повышенном голосе. Ну, как до вас достучаться? Вы уже на листочек написали, что сделать. Ну, не понимаете. Ну, что у меня возникает вопрос. Надо было на словах истребовать от судьи, чтобы зачитал принятые ранее и в настоящее время. Послушайте меня. У вас в руках есть копия того документа, который вы подали. Вы должны четко, разборчиво произнести медленно, так, чтобы четко было зафиксировано. Уважаемый суд, к вам поступил такой-то документ. называйте его название возражения на исковое заявление и дополнение к встречному иску. понимаете? От такого-то числа входящий номер такой-то. Данный документ, если поступил, прошу огласить его в судебном заседании. Если он не поступил, прошу сделать перерыв и обеспечить, чтобы данный документ находился в материалах дела. И только после этого, когда это все будет выполнено, переходите к рассмотрению следующего вопроса, а именно ходатайства о допросе свидетелей. Потом к следующему вопросу и так далее. Не все в кучу накидать, а по порядку. Начиная с первого встречного иска и заканчивая вторым. Во-первых, если судья при оглашении, я просто этого промежутка не слышал, если он оглашая, какое рассматривается дело, не сказал, что рассматривается встречное исковое заявление, возникает вопрос уважаемый суд. Почему вы не произнесли, что рассматривается встречное исковое заявление с ранее поданным заявлением со стороны прокуратуры? Я их не зафиксировал, я их не услышал. Понял, понял. Потому, что насчет представителя юриста Гоубус поинтересовался, что иск попал туда, принят, почему нет юриста. Это было. Понятно, ладно, давайте делаем перерыв. В следу готовьтесь, поедете в суд, подадите соответствующие заявления. И главное, аудиозапись. И я надеюсь, что судью мы поменяем, потому что так судья не может себя вести. Я сделаю способ, как это поменять, путем обнародования данного обстоятельства. Я думаю, что ему будет очень стыдно, по крайней мере, надеюсь, что ему будет стыдно, когда он услышит, как он разговаривает с участниками процесса. Это недопустимо.